На место ДТП в Волжском районе области выехали почти все экстренные службы. Экипажи скорой помощи, пожарной безопасности и госавтоинспекции. Так начались совместные тактико-специальные учения по ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. По сценарию учений ВАЗовский автомобиль выбросило в кювет. На тот момент в салоне находились три человека. Чтобы медики смогли оказать им первую помощь, пришлось срезать крышу и дверцы машины. Задача этих учений – повышение профмастерства сотрудников экстренных служб в ликвидации последствий ДТП, а также сокращение времени прибытия на место аварии. От этого напрямую зависит жизнь пострадавших. Есть регламент, это в районе часа на дорожно-транспортное происшествие, которое находится на отдаленной территории. Но, к сожалению, это время очень трагично для людей, которые находятся у нас в беспомощном состоянии. Поэтому сотрудники полиции у нас уже прибывают в течение 20 минут, оказывают сразу первоначальную помощь, доврачебную. Каждый экипаж ДПС ГИБДД оснащен необходимыми средствами для оказания первой медицинской помощи. Для этого в служебных автомобилях находятся такие специальные укладки. Здесь находятся жгуты, здесь находится подушка, кислородная, плюс бинты, марлевые пояски. По регламенту машина скорой помощи должна прибыть на место дорожно-транспортного происшествия в течение 20 минут. Очевидцам ДТП медики советуют не трогать пострадавших, а дождаться специалистов. Здесь главный принцип – не навреди. Я бы не советовал самим что-то предпринимать, потому что сначала должны в любом случае МЧС, то есть достать человека, посмотреть, осмотреть. Они в любом случае знают основы какие-то медицинские. А потом уже дождаться случаев все-таки, соответственно говоря, скорой помощи, потому что специализированная помощь будет более квалифицированно оказана, чем люди, которые просто мимо приезжали и, возможно, даже не знают, что с пациентом вообще происходит. Совместные тактико-специальные учения проводятся регулярно. На этот раз они проходили в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения». Волжский район области был выбран площадкой для тренировки не случайно. На его территории находятся 2500 километров дорог. Они кольцом обвивают Самару. И маршрут всех транспортных средств, которые едут в областной центр, так или иначе проходит через Волжский район. Поэтому риск совершения ДТП там велик. Светлана Тимофеева, Игорь Казановский. События.